Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Рабде, Белен Мореро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуэ. В телесериале «Самое красивое». Продюсер Аркимидес Риверо. Режиссер Рафаэль Гомес. 29 серия. Уходи, все это ни к чему, подумай о себе. Ты не прав. Ты нуждаешься в помощи. И я хочу помочь тебе. Габриэла, я не должен вмешиваться в твою жизнь. Не должен, Габриэла. 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 Продолжение следует... 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 Ты у меня в душе, Габриэл. Я не хотел, чтобы так получилось. Извини, дорогая. Послушай, я не хотела, но уж раз так случилось, мы взрослые люди и можем все забыть. Я все забуду. Этого дня не было. Тебя не было. Ты навсегда останешься в памяти другом. Который был, но потом ушел. Уехал далеко. Которого я больше никогда, никогда не увижу. Очень жаль. Жаль, что мы с ним никогда не встретимся. Очень, очень жаль. Если бы это было возможно, Габриэл, расстаться и не вспоминать друг друга. Это возможно. Я клянусь, это возможно. Ладно. Хорошо, Габриэл, уходи, спрячься где-нибудь на краю земли, если получится. Только скажи, что... Что мне делать с твоим поцелуем? Поцелуем, который возвращает мне радость жизни, пробуждает во мне огромную нежность. Что делать с этим? Что мне делать... Что мне делать с моей любовью, Габриэл? Спасибо. А вот и дооценки... Спасибо. 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 Ты то целуешь меня, то гонишь Даешь и отнимаешь Я не понимаю, Рикардо Я тоже не знаю, как быть с поцелуем Думаю, мне тоже не удастся его забыть Но ты должна его забыть Должна научиться ненавидеть меня, как мерзавца, который попытался воспользоваться твоей невинностью Уходи Тогда скажи, скажи, что на самом деле ты искал? На легкой добыче, да? Рассчитывал на мою неопытность? Скажи, это так? Да, да, именно так Меня привлекала только твоя молодость Твоя невинность Я не верю тебе Ты другой, ты лучший Вначале я думала, что ты такой же, как все, только хуже Но сегодня я поняла, что в твоей душе живет Таится другой Рикардо Прекрасный человек Которого ты почему-то подавляешь, прячешь А люди видят лишь Рикардо Прожигателя жизни Грубияна Безразличного к людям И все более одинокого Этому Рикардо я не верю И благодарю Господа Что узнала другого Рикардо Настоящего Нежного Тогда пусть Господь хранит тебя И держит от меня подальше Я прошу его Почему? Ты боишься причинить мне вред? Боишься поступить со мной, как с другими? В этом причина В этом, Рикардо Пойми, пойми, Габриэл Причина в том, что я не могу так поступить с тобой Ты должна уйти, Габриэл Должна Ты имеешь право жить иначе Узнать другую любовь Любовь чистую, свободную Это нужно тебе Ты еще молода Уходи Уходи, Габриэл Я не тот человек Не тот человек, который тебе нужен Я принесу тебе Одни несчастья Не знаю Не знаю, стар Я не могу Не могу допустить, чтобы такое повторилось Это Это ненормально Я мужчина Ты почти уже взрослая женщина И я тебя очень люблю Очень люблю Но больше это не повторится Я об этом позавочу Я обещаю тебе это, Эстер У тебя это был всего лишь мимолетный порыв И все Забудь об этом Ничего не было Ничего не случилось Но это же было, Артура Было И это вовсе не мимолетный порыв Да И во мне Все расцвело Я закрываю глаза и забываюсь Мечтаю О чем? О том, что ты рядом Это сон Этот сон лучший Лучший, что у меня есть Понимаешь? Понимаешь? Это лучшее, что у меня есть Ты, Артура Я не могу не любить тебя Эстер Не могу Не могу Эстер Только ты можешь спасти меня Эстер, Эстер Подожди, подожди Нет, я не буду ждать Не хочу Ты не понимаешь Разве я могу ждать Когда жизнь проходит Да я буду повторять Повторять и повторять Что люблю тебя Люблю Обожаю тебя А ты и знать этого не хочешь, Артуру Ты Бесчувственный полицейский Рауль Рауль, успокойся Ну нельзя же так В конце концов А что, по-твоему, мне делать? Забыть о вчерашнем вечере Когда я видел ее на улице Одетой а-ля крестьянка Она слушала музыку И хохотала с каким-то субъектом А теперь я узнаю Что она сегодня Не ночевала дома Ты прикажешь и мне Посмеяться над этим, да? Должно быть какое-то Объяснение ее поведению Или она растерена Ведь она знает Об этой твоей подружке О какой подружке Ты говоришь? Не прикидывайся Как будто ты не знаешь О ком идет речь Об этой молодой Красивой женщине Которая совсем стыд потеряла Ну хватит По какому праву Ты стала вмешиваться В мою жизнь? С какой стати? Мои чувства Выдают мне на это право Ясно? Здравствуй Надеюсь, ты хорошо провела ночь Со своим дружком Но обо мне, Ильяна Обо мне можешь Забыть Забыть Забыть, Ильяна Рауль Ну что ж Ну что ж Вот так Он думает, что со мной Такие шутки проходят Ты мне за это заплатишь Бэби Надо же послать меня В аэропорт Груженого как мул Плюшевыми мишками Но ты мне заплатишь За все Бэби Ну я тебе устрою Собери все И садись в машину Быстрее Ромиро, дорогой мой Ромиро В чем дело? Ну? Я Я хотела спросить Когда ты начнешь искать работу? Я знаю, это трудно Но ты же вообще ничего не предпринимаешь Дорогой Ведь ты совсем не шевелишься Надо же что-то делать Ничего 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 нет Совсем ничего Ты бы хочешь, чтобы я взвалил на спину мешок И отправился собирать пивные банки А потом бы потом говорили, что ты жена мусорщика, да? И этого хочешь Что ты хочешь от меня? Объясни Знаешь, мой дорогой Напрасно ты так Работа не может унизить человека Даже на такую работу Пришлось бы согласиться Конечно, эта работа грязная Но честная Не волнуйся Я просила левшу подыскать тебе какую-нибудь работу Как он выражается Работенку Такую, чтобы ты мог ходить в галстуке Благоухать одеколоном И сбрил бы наконец эту щетину Ну и фантазия у тебя Габи, куда ты делась? Где ты была? Просила прощения у Рикардо? Он что, тебя не простил? Представляю, как ты расстроена, бедная Габи 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 Ну что ты, как со мной, Амбула? Мне начинает казаться, что с тобой Произошло что-то ужасное Да Произошло Произошло? Что он тебе сделал? Поцеловал Ну, как ты меня напугала Значит, он тебя опять поцеловал? Ну что, я думаю, тебе пора к этому привыкнуть Представляю, какую пощечину ты ему влепила на этот раз Нет Я поступила еще хуже Я ответила на его поцелуй Понимаешь, Эва Ответила И мне понравилось Очень-очень понравилось Понравилось Вы должны позвонить в Майами И подтвердить заявку на поставку ткани А также в Лондон Насчет каталогов, которые они прислали Да, конечно, хорошо, хорошо Позднее Все потом, не сейчас, Магарик Да, сеньор Ленарес, извините Не волнуйся А зачем уже все это случилось? Почему с Габриэллой? Почему? Я знаю Я могу вычеркнуть тебя из моей жизни Но я же не хочу этого Ты и влюблена Я знаю, что ты влюблена Только это ошибка Я совершил ошибку, Габриэлла Но ты самая прекрасная ошибка в моей жизни, Габриэлла Ты, твой поцелуй Со мной Я не могу Я не должен Это эгоистично Непорядочный Я не могу Я не должен, Габриэлла Нет Пусть все внутри горит огнем Я... Я должен тебя забыть Я не позволю тебе войти в мою жизнь Не позволю Зачем ты нарушила мой покой Зачем ты появилась? Господь свидетель Мне нужно только мое одиночество Мой покой Мой траур Даже мой траур Я не знаю как, но я Я заставлю тебя забыть меня Я спасу тебя, Габриэлла В моей жизни Ничто не должно меняться Абсолютно ничто Я вырву тебя отсюда Вырву Я обязан это сделать Такое впечатление Будто Рикардо сделал мне Какой-то дорогой подарок Мне показалось Что он боролся со своим чувством Я ощутила такую слабость И в то же время Такой прилив сил Я была ему нужна Представляешь Была нужна Подруга, ну Что за романтическое настроение? Поцелуй он и есть Поцелуй, подумаешь Ты что, никогда не целовалась? Ты же и с Рикардо целовалась не раз Нет, нет Этот поцелуй вовсе не похож На прежние краденые поцелуи Это совсем иное Мне показалось Что блаженство Как озеро разлилось внутри меня Мне захотелось Летать Понимаешь? Летать Взлететь Представляю, что за музыка Звучала в твоей душе Наверное, серебряный колоколь Нет, нет Нет, никакой музыки Никаких романтических сцен Я поняла Что есть другой Неизвестный Страдающий Рикардо Он поцеловал меня И это было прекрасно Это была самая восхитительная И самая грустная минута в моей жизни Я счастлива И я так несчастна Да, ты сама себя не понимаешь Что мне сказать тебе, дорогая Как найти слова, которые могли бы тебе помочь Мне не нужны слова, Артур Но как мне утешить тебя Я могу сказать тебе То, что случилось, это лучший подарок Самый прекрасный Самый удивительный Ты сделал счастливым Этого неотесанного индейца Но ведь сердцу не прикажешь, Эстер Я бы хотел Я клянусь, очень хотел бы Но я не могу ответить тебе Мне было бы Проще промолчать Проще согласиться с тобой Но я не могу Я не могу обмануть тебя Ты понимаешь? Не могу Конечно, все было бы проще Пойми меня, Эстер Я не хочу ничего понимать И все же тебе придется смириться с этим Как бы прекрасно ни было это чувство Между нами Ничего не может быть Эстер Ты еще девочка Милая Сумасбродная девочка Я Я люблю тебя Но Не как женщину Это так, Эстер Я люблю тебя Как свою младшую сестренку Эстер Пойми ты это Эстер 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 Что делать Эстер Ну что же Старик, дай объяснить Мне не нужны твои объяснения Я все видел Я видел, что случилось Ты не годишься для этого дела Ну все же Все получилось случайно Этот парень зашел в туалет Я ждал типа с портфелем У него тоже был портфель Я ошибся Ну вот и все Я не хочу, чтобы такое случилось еще когда-нибудь Поэтому забудь Поэтому забудь об этом деле Забудь Ну Ну дай мне один шанс Ну мне очень нужно Это был мне хорошим уроком Я больше не подведу тебя Если не ошибаюсь Все это я уже слышал от тебя Несколько дней назад Но на этот раз я не подведу Я предупреждал тебя Дело сложное Я говорил, что это не та работенка К которой ты привык Я не намерен тратить на тебя время Левша Мелкий жулик вроде тебя Мне не нужен Ты не годишься Старик, ну Ну пожалуйста Дай я еще разок попробую Ладно Но это будет Последняя попытка Ты понимаешь? Понимаешь, что я имею в виду? Йоли, тебе не надо было приходить работать Лучше бы ты осталась дома Мне хотелось прийти показать тебе вещи Которые ты мне подарил Спасибо На, держись Куда ты? Я сейчас приду Ну как твоя сестренка? Голова у нее болит, а? Болит? Эй, отстаньте, что вам нужно? Послушай, что я тебе скажу Твоя сестра получила свое Чтоб поумнеть и понять Что нельзя из нас дураков делать Да? Подлец! Дурак! Негодяй! Это были они Хочешь сока? А? Я тебя спрашиваю, ты сок хочешь? Спасибо, Эва Спасибо, Эва Бутерброд и сок Не помешают Я пойду принесу Да, конечно Ты все о своем поцелуе думаешь Больше ни о чем Ну ладно, до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Габриэлла Что же нам теперь делать? Что нам делать, глупая девчонка? Что мне делать? Извините, сеньор Ленарес Эти бумаги нужно подписать срочно Именно сегодня Хорошо В чем там дело? Извините, я возьму трубку Алло Минуточку Это вас Срочно, пожалуйста Это вас Срочно Нет, нет, нет Меня ни для кого нет Почему эти бумаги надо подписать срочно? Объясни Сейчас, объясню Сейчас Я уверена, что с этим человеком Вы захотите разговаривать Нет, Магали Вот увидите Хорошо, Магали Кто это? Мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Женщина, конечно Нет, он не для женщин Объясни, что там с бумагами Поверьте, я знаю, кто звонит И уверена, вам будет приятно Поговорить с этим человеком Ну ладно, я поговорю, если так настаиваешь Хотя не уверен, что поступаю правильно Займись бумагами Займись Сделай тут Все Алло Алло Да Да, это я Ты? Как хорошо, что ты позвонила Конечно, любовь моя Я тоже хочу тебя видеть Хорошо? Хорошо, сейчас только скажи мне, где ты находишься Да, обещаю Хорошо, не уходи оттуда Будь осторожна, я еду Я сейчас приеду Да-да, хорошо Обязательно Но видите, я была права Да, ты меня хорошо знаешь И пройдете на свидание Конечно, если кого-то мне и хотелось бы видеть Так именно этого человека Не волнуйся, я долго не задержусь Если что-нибудь срочное, звони по радиотелефону Пожалуйста Удачного свидания вам, сеньор Минарас С этой девушкой мне приятно встретиться Почему ты угнал от себя? Почему? Потому что ты целовал так странно Привет, как дела? Я принесла тебе рогалика и сок Хотя рогалика нет, я его уже съела Так что тебе только сок Эва, разве ты уходила отсюда? Ну, бери Нет, нет, я не хочу есть Ты же знаешь, мне не до этого Ну, конечно Конечно, знаю Еще бы Я рассержена Я многого не понимаю По-моему, Эва Рикардо трус Вот именно Он просто трус Убив тигра, он испугался вида его шкуры Почему он так со мной разговаривал? Наговорил, бог знает что Но я на этом не успокоюсь, Эва Не успокоюсь Пока не разберусь Да, Габи Вот и твой час настал Да Пожалуй, поем-ка я Что здесь? Что с тобой? Это они Я теперь знаю Это они Пробили голову Йоли Это они, левша Они сейчас подловили меня И все рассказали Все Ты уверен? Они сами мне это сказали Но если они действительно напали на мою сестру Им не сдобровать Я еще встречусь с ними Ох, я им покажу Левша Что ты собираешься делать? Синьорита Ильяна Больше не делайте так Мы все так волновались Так испугались Вам лучше привыкнуть к тому Что меня нет, Трино Не говорите так Не говорите, синьорита Господь милостив Увидите Все будет хорошо Да, Трино Господь милостив Но жизнь несправедлива Жестока Трудна Лишь бы смерть не была такой Ильяна Не сдавайся Борись за него Не позволяй этой женщине отнять его Не позволяй, Ильяна Как Стать такой же Как она? Ты думаешь, это решение проблемы? Не думаю Что вообще есть какое-нибудь решение Я не могу бороться с ней Я больна И это будет Неравная борьба Боюсь, мне не хватит сил И времени Его у меня так мало Мне осталось недолго жить У меня хватит сил Я ищу Марисоль Грубер Ты не у себя дом Это, Жанюшка Это место ее работы И личные встречи здесь запрещены Понял Дорогой Да, я вижу, это место очень похоже на публичный дом Надо получить разрешение на посещение этого заведения А ты подобного разрешения не получишь Нет? Тебе пора убраться Я подожду ее Ты никого здесь ждать не будешь Ты кто такой? Он хозяин этого заведения Предлагает тебе убраться Давай, проваливай Ну Ван Я еще вернусь за ней Вернусь Если ты вернешься Можешь считать себя трупом Я прикончу тебя Понял? Спокойно Что с тобой? Ничего, оставь меня в покое Как ничего? Ты рыдаешь, как кающаяся Магдалина Это мои проблемы И мои тоже Я ведь не в первый раз застаю тебя плачущей Расскажи мне, что с тобой? Ничего Я не собираюсь ничего тебе рассказывать С какой статьей должна что-то тебе рассказывать? Ты должна мне все рассказать по той простой причине Что я твоя сестра и я люблю тебя Может я не стану решать твои проблемы Но помочь тебе я в состоянии Мастер, хватит плакать Дело в мужчине, да? Скажи, да? В мужчине? В мужчине? Да какой он мужчина? Он животное Скотина Вот он кто Он не мужчина Он скотина Зверь Скотина Привет, Магалина Привет, дорогая Как дела? Мне надо поговорить с Ликардо Можешь доложить ему? Нет Почему? У меня к нему важное дело Я понимаю, важное дело Но доложить не могу, его нет И ты, конечно, не знаешь, где он Может быть, он дома? Или Нет, дома его тоже нет Послушай, Магали Хватит ходить вокруг да около Скажи, где он? У меня к нему срочное дело А что ты так нервничаешь? Я не знаю Не знаю, куда он пошел Знаю только, что на свидание И все На свидание На свидание с женщиной Да, ну и везет же тебе, Габи О, Господи Когда же и мне встретиться Такой человек, как этот Хотя бы наполовину такой же Он такой красивый Боже мой, почему мне не везет? Привет, подруга Что с тобой? Ты поговорила с ним? Нет, его нет Ну и ладно Подождет Больше ценить будем А куда он ушел? Не знаю Габи, что с тобой? Скажи, что случилось Ничего Что случилось? Ведь я же вижу Он тебя обидел? Ты его видела? Нет Он мне ничего не сделал Тогда почему ты так расстроена? Он ушел Какая же я дура Он ушел на свидание На свидание, понимаешь? Что? Да Ну не плачь Не плачь Я предупреждал тебя Чтоб ты не приставал к девчонке Я думал, ты забыл о меня Ну как ты мог такое подумать? Просто у меня не было времени Я была очень занята Но ты же знаешь Ты мне как сын Спасибо Конечно, как старший взрослый сын Спасибо 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 Был бы Было бы здорово Быть твоим сыном Действительно Я бы хотела, чтобы ты Был моим сыном Правда, Канцело? Ты же знаешь, что это правда Да? Да Мне правда было бы приятно Если бы ты был Членом нашей семьи Да ты и так почти что свой у нас Ну, индейц Ну, индейц Говори Что? Говори Я же знаю, что ты на меня хитро смотришь Хочешь что-то сказать Ну и вовсе не хитро Я Я просто думаю О чем-то очень хорошем Очень Знаешь, Консуэлла О том Как бы я мог стать членом вашей семьи Понимаешь? Ты меня понимаешь? А? Нет Не понимаю Консуэлла, ну ты правда не понимаешь? В самом деле? Да в чем дело-то? Что я должна понимать? Говори прямо Артуру О чем ты? Понимаешь Дело Дело в том Ну что, что? Говори Я Я Я люблю Габриэл Я хочу жениться на ней Консуэлла, я прошу Прошу Руки твоей дочери Руки твоей дочери Не у нас Не у нас Дро подожди Си Руки твоей дочери До сиялла, я покажу Рубежса